меняем тему значит приезжал ко мне друг 5 ножей привез один я уже успел испить и продать и кто купил сам макаров лисе вас как-то на него реклама подействовала я резал этими двумя ножами немецкие самые правые но самодельный салатка по принципу поддержим отечественного производителя тем более тот немецкий 2010 15 стоит если он не поделка а салатка самодельный нож ты 500 и тогда получается что я сделал еще один фильм сравнил ну вы знаете многолетняя привычка одним движением делается косой срез двумя движениями делается клин если нож выдерживает именно такое испытание значит нож хорош тут же и макаров купил а макарова то хо-хо величина это 1 это первая пятерка садоводов любителей россии можете его поздравить ну пусть у нас сам этот как его назвать кружок сам самодельный но не все а там кстати вверху видите вот это сейчас вам покажу я как раз вот с этой вот занимался вот видите вот она которая вверху лежит вот это вот показываю на экране вот это вот самая штучка делаются двумя движения научились делать двумя движения значит все выплевать сложно ничего нет а то я не умею я не умею надоело слушать итак гражданин сорватка волшебник сорватка отчитываясь последняя партия из пяти ножей один уже продал на кому макаров так только сейчас получил вот это вот письмо изобрел фартук для прививки у земли в куске плотной бумаги сделал отверстие теперь трава и мусор не мешает предматривание рекомендую сергей куменков вот его фартук с дыркой да намного удобнее спору нет спасибо за совет так теперь мы переходим в важной теме я попрощаю беру помощь двух специалистов университетов почему дело в том что болезни я имею ввиду болезнь садоводческая болезнь самой науки зашла страшно далеко неправильно поставив диагноз унистражается миллионы деревьев сейчас я буду дальше доказывать я доказываю кусочками если бы не нравится все это вывалить на вас вы сказали соли а остались бы посмотрел вся бы первая десятка самых главных министров высшего образования и науки министр этого самого этого этого сельского хозяйства этот президент академ наук они были сразу пошли под расстрел это было бы принято как страшная ошибка раз а так как она простая понятная нам простым людям то значит это получается диверсия это кто-то лишает нас садов и все эти люди были бы расстреляны или расстреляли бы железово за дискредитацию науки тут кто первый помните же историю когда друг друга унистрали помните вавилова помните лысенко вот я не призываю вернуться к этим временам я призываю просто однажды сказать людям правду для этого нужно чтобы до них самих это правда дошла что видят самые великие ученые современные они не великие их назначают выдающимися назначить значит и выдающиеся другого не назначить это не выдающиеся и вот те которые выдающиеся они прекрасно знают что если на дереве завелась плесень это плесень русское слово народное слово вот грибы мы не резко микоз и прочее парша вот все это якобы вот просто напали на дерево начинается жесточайшая борьба с ними сейчас ниже я покажу и вот это страшная ошибка а я железо начал первый и единственный а теперь у меня друзья оказывается я не один только я ж не мог все знать мне в науке есть друзья и так 100 200 300 400 первый самая страшная болезнь рак вот они пугают этим победить рак плодовых деревьев самое время а дальше идет простое средство я сразу упреждаю чтобы вы знали вот когда-то моя фамилия войдет в историю только потому что на самом деле просто эти сотни тысяч специалистов не знают элементарные вещи и так постулат железово грибы включая так называемый черный рак питается только мертвыми тканями растений и не заражают растения и сколько бы триллионов грибов не грибов уже а триллионов спор бы не было пусть по одному моему саду пусть триллионы будут ни одно дерево не заразиться пока мы его не не пока его не начинают уничтожать мороз или коллеги с инструмента вот так вот и тогда я призвал на помощь своих друзей с красноярска дело в чем я еще отступлю чтобы поняли роль моих этих самых специалистов красноярских университетов и так когда был медведев президентом ну это сколько лет прошло 8 10 я ничего не помню вот я был такой простой наивный я настучал на красноярских ученых как настучал меня у себя здесь пишу а мне тогда ладинков говорил константинович ты не думаешь что мы в загоне что мы забыты следят за нами летим академия наук следит не может не следить ну правильно наши результаты лучше это как марсадес а рядом запорожец и тот кто сделал марсадес он не может не это не испытывать интерес всех кто в этом запорожец выпускает правильно не может согласны он логично рассуждал то есть они про нас якобы не знают понимаете и что получилось они хрена не получилось и так появляется публикация в интернете красноярский а почему в горох и асада вот она савинич что-то пишет она значит это эту историю на нужно знать так вот там было черным по белому написано а большой район сотни гектаров сосен или в общем хвойных пород может это была сосна мальчишнице подверглась атаки стараться на таки кого тем а пятом ну на пятое разы было там скобках какое-то латинское слово вот и уничтожаются и принято решением с этих как я помните хорошего помните педераста я буду вообще про педраста еще сниму я вас заразе скажу потому что я могу физиологию перед педраста и этих самых комиков и прочих расскажу и этим привлеклось все внимание потому что их они множатся как грибы и скоро большинство будет а эти наука 5 этого не знает но я уже так образно когда я взял кулак вот так поднял это же вспомнил чтобы так стоял хрущев горел педраста но правда по другому поводу так вот и ученым было красноярского университета только признавайтесь какой из двух а вот третий какой-то было поручение найти управу речь идет о ядохимикатах а не дай бог если речь идет еще а уже как-то называется наследственно нет естественно в общем потом вспомню короче было дано задание прекратить спасти этот огромный участок тайги от грибов на мой взгляд была совершенно страшная ошибка когда они начнут это делать просто опрыскивать это дохлый номер потом фотографии потом это дохлый номер опрыскивать 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 вот видите в руках у него тюбик видите вот это дохлый номер вот получается что можно замахнуться на сам вид грибов вот лишить возможности размножаться и вот они грибы погибнут а деревья будут целые то еще по перепутали не грибы жрали деревья я понимаю так что меняется климат время от времени деревья стареют потом случаются пожары даже от молнии не наши пожары не нет это нет пьянок от молнии вот вычищается сотни гектаров леса сгорает и снова появляется новая порция с нуля и мне приходилось такие леса видеть я когда хожу по лесу я ходил во многих местах ну такой вот с таким звуком я смотрю нету старых деревьев вот нету не подлеска нету ничего кроме амбра ровно молодые рощи ровно молоденькие одного возраста и никто их не садил вот сухостоя нет этого самого лесоповала нет и это природе так бывает и вот пришла пора вот этим соснам ли может это были сосны кедра или лисеницы они же их грибы дожирают потому что пришла их пора и никакие грибы не виноваты а если они наследственную болезнь придумают а я на сана это ваши коллеги а если в эпидемии грибов пойдет объясняйте что грибница подтвердите если даже позвоните если я не про скажите за счет наплел железу что грибница одна покрывает полностью всю территорию планеты когда дана грибница одно целое тело щелки-палки что они думали я не выдержал я этот настучал ну как я с помощью своего вот этого канала обратился к не видел остановите ведь как только грибой начнется эпидемия среди грибов через несколько лет нас не будет грибы это санитар или самый настоящий санитар это грибы надо шапку перед ними снять а бывает и только гриб в этом самым маринованный под 100 грамм водки ну что ж это за жизнь такая высказался а вот мои эти единомышленники я не имею права их называть по-другому вот елена сана савинич раз я на сана савинич за ведь ты чего же вредная нудная девчонка извините я . называю все я не говорил девчонка обидится нет серьезная дама почти кандидат наук и с большим будущим так вот что она делает правильно грибы ищет что она делает грибы ищет что она делает откуда берутся грибы в начале дерево делается так по а рядом есть корневые отводки были отрезаны и гниль пошла куда в основной ствол вот это я и пускай сказал вот это настоящая лаборатория мой сад настоящий а почему это мой сад а я ошибку сделал если бы я оставил вот так вот как я сейчас учу ничего бы не было вот и вот они грибы вот они и узнаете она к ним относится без всякого ужаса они не боятся одни и заболеть не заразиться вот были по непоприличнее ну вспомните на березах растут опята мы их режем и едим на эти вряд ли съешь но это тоже того же класса грибы и так она работает сибирском госуниверситете науки и технологии имени решет него дальше это ее подруга знакомьтесь и никто попала овсянникова софья владимировна кандидат сельхознаук доцент за лаборатории сельскохозяйка поняли почему я это говорю какие у меня друзья доцент заведующий лабораторией сельхознанец и микробиолога рациентского грана университета это тот который с красным диплом закончил как кажется именно его закончила наша елена сейчас она поступила в литературу пишет где в докторскую у него скоро докторская будет дальше дальше саду присылает фотографии с ума сада это себе все вы хотите вот они грибы я для вас сделала фото никаких чистых и обработок я сама знаю софья подтвердит смысл для этих тех вот за что я это влюбился в софию вот за что я фанатик вот это дама справа софья она вместе с еленой находили искали брали образцы моем саду и грибов которые способны уничтожать деревья не нашли это дальше высота с собой просто нет у нас таких грибов и так я исключаю тему патогены грибов исключая все находите где угодно цветочка в чем угодно только в этих плодовых деревьев за всю жизнь не нашел ни одного идем дальше друзья вот а теперь смотрите это знаете откуда фотография а вот нас учить взялись смотрите сейчас вот это вот товарищ взялся нас учить вот самая страшная болезнь рак вот зачем-то в его саду находится жуткие страстные растения вот они увидели вот это вот увидели этот ужас я когда их обновился 100 или 200 или 300 прокомментировал таких фотографий помните караул спасите у человека больное дерево на переднем плане видно обрезка на концу или несколько обрезок дерево больные несчастные все специалисты так как один сговорившись что угодно вы думаете обработайте сделайте это как переделать это самое проледите крону делайте в виде чаши чтобы туда проникало солнце а рано вот эту они не видят в упор это рано которая привела к почти смерти дерево они не видят а потом помните я вам рассказывал про гневица у есть они все название красный рак но не черный рак пойми ты специалист и умудрится побелить обиделит еще добавляет туда этот это наверняка этот самый этот самый медный купорос добавил до в эту побелку или покраску какой хрен белить когда рана уже есть белья для толщины и упредить ну если ты совсем злой нет и тут злой он я 10 похвалил конечно 10 это конечно для меня 10 для вас это почти доктор наук вот это вот вот это уже по секрету это доктор наук это два университета на нашей стороне полюбовались вот это вот страшная вещь теперь я объясняю природу зачем он это делает зачем не замечаю страшно рано лучше отличить дерево сказать зачем ах вот зачем ему нужно продать вот это вот покупает партия партия вот этих вот этих которые нам на хрен не нужно так мы же рано не делаем что написала ли мы висаны на чем мы видели верху не обрабатываю вот видите туда самая страшная болезнь рак то есть продолжение этого же фильма и так партия закуплена надо продать кровь из носа и вот здесь у нас напугал сделал страшную радугу гробил дерево а пугает нас вы себе руку по локоть отверстие нет лучше по плечу вот если по локоть это называется не полная обрезка а если по плечу себе руку отверстие это уже будет обрезка на кольцо поняли да вот это уже будет обрезка пол до тела тело допустим это штаб это обрезка и вот теперь лечитесь так и тут уничтожить дерево своими руками только для того чтобы продать за сребряньки вот это вот галя ну что то нужно но во всяком случае не до того чтобы ликвидировать эти самые я якобы вот теперь грибов не будет даже придумать такой подлинная вещь а вот это я знаете как готовил эту тему если взять двести восемьдесят четыре моих вебинара а дает еще помните я вспоминал вместе с этим с антоном до этого еще сотня было около 400 у меня находилось таких фотографий добра 100 200 они как с ума все посходили взять книги написать напечатать вот это в книге кора после обработки должна быть гладкой в этой штук на мебельной фабрике работаешь ты специалист ты на мебельной фабрике работаешь это там нужно чтобы была гладкая на ощупь это тебе мебельная фабрика или дерево живое что ты творишь одесса творишь тебе надо чтобы на на наших глазах пол сотни веток отрезала потому что они дерево мешают полностью подряд от самого низу до высоты вытянутой руки ты чем думала то ведь тебе тоже гордо представляешься я кандидат да ты филолог да может ты знаешь испанский летит тебя за твою извини за выражение симпатичную мордашку взяли в эти ведущие для того чтобы ты людей учила калече деревья звезда а вот они со своей напарнице поспорили нет говорят а я буду чистить автор нет я нежненько буду я их помою то есть одна она деревья знаете что это те самые деревья искалеченные показать вот я не могу ищите сейчас я объясню почему вы видите что на этих деревьях уничтожены метки или не видите на этих деревьях еще крупный план а я же видел все фильмы тоже с экрана снимал вам плохо видно я снимал с экрана а это по неприятно обрезка на концу 5 10 20 30 40 эти дерь смотрите вниз вот у кого хороший компьютер ветка пошла раз два три 4 5 6 7 8 9 10 это только что вижу на следующий порядка 10 20 на этой порядка 10 30 на этой порядка 40 вот и с той стороны еще не меньше 50 90 а я еще а вот тут по 20 30 они все плетел а по отрезали они свечили дерево дерево начало болеть появились грибы теперь у них есть работа и это выпустили на этот самый а теперь я к теме ряду к вам прощаюсь а ну давайте по именам наталья и ольга что у меня сказали когда я это самое вот так вот про них разговаривал извините со злостью но ведь они же враги что вы сказали а мы настучим вот этим платоновой и вот той второй вот что вы их обозвали а я их не обзывал но главное это вместо того чтобы посмотреть вот если бы сейчас наталья вот эти выпущенцы имеется посмотрели в этот фильм вот прямо сейчас вот экран вот одновременно они бы видели примерно я не преувеличиваю приглядитесь кого хорош компьютер на том дереве тоже не меньше сотни рано искалечено все вы должны были ужаснуться и сказали правильно валяя козинач сдать до песен чтобы их поснимали черта мать не мы настучим что вы их обзываете кто они единомышленники что те ни хрена не понимает сиденье понимает помните как они это учат унисажать нижние скелетные ветки даже не знаю зачем дерево скелетные ветки меня опять будут ругать вы сильно злой вы сильно злой а как видите вот на наших глазах вот на этом дереве видно сотни уран сотня это я не преувеличиваю и она изувеченное дерево начинает бета драть чистить драть чистить это не дурдом юному сада вода травы они тоже я ждать этот пример я недавно придумал до маститые академики да согласен но когда-то любой маститый академик 50 60 лет назад был сопливым студентом и он раз уши развесив верил все что ему скажут сказали ему что вот это все дерево вредно вот это что дерево ненавидит что она избавить срочно она не будет плодоносить она будет болеть если его не изувечить если не отрезать и он верит а потом он становится преподавателем и пошло поехало юному садоводу библиотечка пионера сто тысяч экземпляров но вы догадались что дальше будет но догадались правильно вот то самое дерево нельзя подходить со шпателем нельзя ты же сейчас берешь это то же самое что человека шкуру садать пусть она больное пусть она старая вот откуда все пошло а его вот этого товарища кивотова который срубил деньжат выпустил книгу сто тысяч экземпляров явно показывал прямо с крана сейчас не хочу искать я не преувеличил 100 тысяч пионеров а тебя кто-то тоже с этого научил это же немыслимо взять и обдирать деревья вот свои люди мне кажется что вас убеждать не надо просто чего я добиваюсь я добиваюсь что если в среди ученых появились такие как софия и как елена значит это свет в окошке но сегодня елена которая очень софи не знаю нам тоже ездит по этим по всем паскать называют по симпозиумам после меньше да практически не знаком только в саду вместе побыли на это побывала уже в десятках этих самых но если выпустить сейчас и сказать не смейте чистить деревья что это грибы на самом деле помощники не влили ведь я же уволить могу чертовой матери оборот это тоже пенсии брат прислали оценит этим чего оценивать груши ветки которая должна рассеивать почти вертикальны защищать штамп вы завесите все все станем показывать пожалуйста обрезка на кольцо обрезка на кольцо а это знаете фотографию сделано моем саду прежде чем полностью уничтожить дерево вот у меня как оно случилось я не собирался не сажать вот но она была посажена не то что в ямку но в то время а это старо старо одну из первых моих ну допустим если бы она была жива ему было сейчас лет 35 38 фотографии сделано примерно 10 лет назад то есть она прожила лет около 30 это абрикос вот почему она так выглядит дело в том что она заболела из-за чего и начали от консиха я посадил на ровное место не было никаких тогда холмов не было надо было до этого еще дойти надо пойти в лес и посмотреть как растут деревья все деревья 30 до 40 лет все уже были на холмах нет холма выросло само те деревья которые не смогли я вам показывал покрытые грибами не смогли вырастить грибы их съели ну как съели уже мертвые ели теперь давайте так все таки я назвал его знаете как ну если называть фотографии назвал этот царь гриб трутовик царь царь грибов почему он самый яркий представитель самый яркий вот откуда он взялся еще раз сойдем на ровное место почва провалилась как положено и он все эти годы гнил а у нас очень сухо у нас снега почти нет вот у нас дождей мало и он продержался но может ну если я приврал не 30 на 25 лет продержался начал усыхать а я так гляжу у меня глаза то есть я вижу что причина там внизу а где по верху а если я его сейчас выставлю помните это самое то злосчастное этот там где царствует эти самые выпустив стимиражек берем 100 тысяч подписчиков вот сейчас взять и вот не предупредить вот и я не догадался еще раз на метки фотографии много выставить сказать караул что же это такое как у меня этот погиб в этот самый дерево не слова правы привания кардиосейки не слова это я допустим знаю да ну-ка и не видно а нет не видно ну то что здесь нет холма и так видите вот чтобы там понаговорили во первых она еще она еще не погибла видите в ветке почти снизу она еще не погибла но у меня чего это я потом покажу вам когда мы стоим рядом с этим уже вот эти ветки боковой это все учеба они у меня выросли заплодоносили и я стоял возле этого дерева показывал вот пень а вот это наброс и рядом стоит кто мой свидетель номер раз номер два и номер три это и там допустим селена сергей а это сам турсон пулату скобила кандидат наук на то время зала я показывал это дерево которое уже снова плодоносит но если бы этим преподнести фотографию спросить совета сто процентов было приказано уничтожить как и волчки эти волчки они жирующих убрать на прошлом вебинаре он показывал на полный все разу приказал убрать волчки вот поняли и начинать бороться с этим грибом ну и он знает что это верхняя часть гриба наружная он же сидит внутри а им тут куда знать сейчас скажут вот тут помните то спрей опрышка еще дерево жрет вот пожалуйста у меня каждая лыка в строку про все расскажи то что дерево не погибло вот а почему еще не знаете кто то это более яркую картину подсказал песоцкий скобках он же он же смотритель так александр из яскоролы мой вариант был от его и елки-палки и прием плюс память не на каждом вебинаре он показывал это отводные канавки чтобы застоя не было провалился маленько вот и отводная канавка это чтобы не копился дождь снег особенно когда весна и не пропускает это самое замороженная почвы не пропускает воду стоит лужа отводные канавки описать еще лучше сделал он взял в сторонке фотографии присылок выкопал яму полметровую и в сторонке чтобы корни не навредить где-то в метр-полтора вот это там где нет его кстати вот это там где нет склона у меня склон везде есть поэтому канал котел его дошла особенно ради весна а он для ровного места выкопал ямку полметра и туда канавку отвел вы видите как это какие у меня друзья я сам уже учусь а это пожалуйста очередная шутка какая хрен шутка это очередной фильм брат присылает оценили оценил посажу на верную смерть какая тут отводная канавка это все провалится еще больше откуда он знает про канавки откуда знает про холмы и заметил 16 апреля 24 года неделю назад человек учил как уничтожить дерево нормально я опять разошелся сейчас я скажу это тема основополагающая потому что я не могу когда миллионы людей занимаются не просто дурной работой они нужны бесполезно бесплатно еще и вредной наносящей природы страшный вред всей страной страстный вред однажды я привел этот пример еще не нас помните на мне за фразу еще не наступил рассвет в станет дураком уже кипела работа на меня кто-то обиделся принял на свой счет нет я говорю я пришел уточнил не страна дураков а страна обманутых людей знаете как это происходит это ужас это страх божий это сейчас я вот сюда покажу вот она смотрите вот это вот гигантская всеобъемлющая работа невиданная немыслимая когда вот это забирают наглую подло у деревьев забирают еду назвав ценнейшие упавшие листья ценнейший материал самый главный самый важный который вас избавляет от возможности кормить деревьев ничего не надо делать только оставьте в покое это не мусор как убить башку по потому что вы знаете я-то думать или я такой умный не я еду с москвы я еду с этой самой московской конференции для получил подзад вот меня смеялись а давно потому что я сам рассказал не знали бы не смеялись в газетах не было об этом три газеты про меня напечатали но как напечатали знаете значит выступал садовод с сибири железный константинович и призвал изучить сибирский опыт ни слова руганий ни оскорбления не было ничего ну то есть сгладили вот эту пинок под зад сгладили да вот и все равно я же рассказал на дочь смеялись хихи ха ха высунулся получил по морде ладно я еду оттуда и читаю уже газету купил скукотища московская еще скажу какую московские новости нет сейчас московские была очень популярная газета еще советское время ну вы уже догадались с вас каждый пятый москвич так вот популярная газета я читаю я открываю очередную страницу я человек который приехал в москву учить академиков чтобы их хернёй не занимались и я читаю что оказывается чего я высунулся знаете как статья называлась сказать она называлась так жаль не сохранил московские экологи проиграли битву этим самым жилищно-коммунальным управляться мне как-то руководству я читаю статью глазам не верю там еще было знаете как они взяли и заказали большую партию пылесосов но пылесос их разное бывает не только в квартире там пыль а эти пылесосы засасывали вот это же самое листву вот это дорогостоящее можно не трогать можно ни копейки не тратить вот а экологи не я ну то есть там были умные люди есть и заткнули тоже как заткнули меня то есть им несмотря на их протесты вопли что не трогайте листву они закупили большую партию дорогостоящих импортных этих которые всасывают их кубами не 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 так вот кубами и там была фотография вот этого в этой статье была фотография крупный план этот пылесос и чистит до дачи до чиста чистит вот эту же траву и оказывается что московские экологи фамилии там не было они на самом деле тоже знают что это листва это не мусор их тоже послали как и меня и я уверен что прошло пошло сколько лет 12 раз когда я ехал с москвы и читал поезде а спору как это спала вечерка по моему вечерка но не важно главное что я ничего не выдумал и так случилось следующее значит если там где пахнет золотым руном или пахнет если другое слово на этиках эти самые люди бьются за металл люди сатана там плать балл и там упоминается золотой телец или как в общем вы поняли закупили оборудование для чего ну про распилы прошиваете вы знаете наверняка иначе зачем это надо приходит допустим эколог а у нас экологи тоже есть бы большие чины до министерства экологии или как она там камни укажем этом городском хозяйстве как и называется есть обязательно специалисты экологи до видео должен писать прийти сказать я запрещаю покупать я своей властью я колоку помните этого хорошо педерасты я бы запрет извините я шутя говорю вот я вам этим хозяйственным службам запрещаю закупать дорогостоящие импортные машины идите лучше в дороге ремонтируйте на эти деньги он сколько я вот запрещаю еще потому что вы гадите вы уничтожаете самое ценное удобрение которое питается это часть дерева питаются деревья опавшие листва не сметь я эколог вот я поставлю звезды я знаю и действительно окажется знали же я думал что один такой но знали же а теперь пока я вернулся к этой теме я вернулся к ней неделю назад показали очередной город областной сейчас не вспомню какой значит еще листвы нет на деревьях вот летом бы не дай бог короче упало множество счетов рекламных множество деревьев раздавило десятки автомобилей вот так поняли чего я кладу деревья падали потому что одна из причин падения деревьев они больные и голодные а вы никогда не ходили по этим сквером вот посидите справа вы знаете мой этот вот у кого хорош компьютер вот стоять синяя машина вот она рядом женщина справа смотрите вы видите больное дерево ну что класс особый нужен они у него последнюю еду отняли вот это страшная вещь почему я говорю для чего вас убеждать не надо уже все понятно и так вот это везде это этим занимается вся наша страна вся вся ладно бы они убирали бы эти асфальты и дорожки вот вы представляете все творят это же ужас это невозможно поверить что до сих пор страна не знает что тупая ну пусть они детишками занимаются пусть они спортом занимаются кто-то скажет им полезно но деревья тоже падают потом они же голодные им больше жрать нечего а я завелся не могу иначе чего я добиваюсь масштабы видели масштабы видели вся страна в едином порыве и у нас и на русске и везде этим занимается дурь 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 и у нас три дня или пять дней назад показали то же самое чистые леса вычищают чистый лес уже дошло я вам показывал фотографии ладно бы сквер они вроде бы там должно быть чистенько хотя стоит только один раз сказать школьникам будущим академикам что бросить сбросенный лист упавший лист это не мусор относитесь к нему с огромным уважением и вы сразу идите что это не мусор и ходите вы по тому скверу который покрыт сухими листьями но вот просто ходите по нему и ходите а для чего распинаюсь а вдруг однажды когда распинался когда в челябинске проводил свой эти проводил слет фактически я потому что там из звезд приехал и один а и больше выступать было никому вот как я наговорился и про то про эти как я приехал человек сколько я видел по дороге ведь километры красят деревья в это представляете в розовый и в голубой цвет красят деревья вы поверите а я вам показывал десятки фотографий по тем кто видел а нормальному человеку это может прийти в голову и тогда вдруг появилось что мэр какого-то из городов даже не областной помельче типа районные сказал прекратить билет деревья до выяснения нужно ли это делать это был единственный отзыв от моего это мы хлопли на этом на слете единственный что кто-то из тех кто меня слышал и слушал у нас у людей а потом же в фильм фильмы вышли а потом целые диски вышли и все таки где-то кто-то зашел к мэр и сказал ну может хватит херней заниматься у нас так денег ни хера у нас нет ни хера денег у нас бюджет ничь вот давайте хотя бы деревья делить не будем вот это я высказался надежды что где-то а вдруг однажды укнется а вдруг наша это самая софия возьмет бука который через пять минут через пять ну так образно горячей без пяти минут доктор наук а потом бак этот самый руководитель этого университета и и послушает уже руководителя а серьезную даму о боже мой я бы на месте сан савинич которая была доверенным лицом при выборах губернатора губернатор победил составила закладную записку бордюры не берите траву значит косить и ничего не убирать значит листья не убирать деревья не берите и так далее я думаю за сумасшедшие не примут как вы думаете а вот где-то шаг карьеры будущий что ездили дико там хоть что-то надо это собака моя она храняет самое ценное дерево моем саду персик это одно из старинных деревьев пусть им не цвами будет сейчас я говорю ну я дарю кипяточка вы должны немножко успокоиться если еще не все разбежались после моих вот этих вопли ненавижу этих и самых ладно бы польза от них от их работы вот один вред вот вас вот Продолжение следует... 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 тема. Ну и плюс еще вот это объявление, без нее никуда. Ну, если вы знаете, что у меня членки стоят 200 рублей, я сейчас делаю 100 рублей. Надо оставшиеся продать, а людям нормальным я объясняю так. Ищите любую возможность в этом году купить. Знали бы, какое у меня сердце, вы бы уже бегом побежали заказывать, потому что это, возможно, это последний год. Я сказал, в следующем году мои девчонки еще могут продавать вам косточки. Запас есть, еще будет. Членки вам никто уже не продаст. И Сергей не продаст. Вот. Сейчас у меня в холодильнике великолепная коллекция членков. Некуда пристроить грушу, можно на яблоню. Вот. Некуда пристроить яблоню. Значит, кругом все заражено дикарями. Вот. Абрикосы, на сливы, сливы, на эти самые. Натерны, на терносливы, на... Ой, все можно, если захотеть. Косточки резко цену сбрасываю. Абрикосы были 25, будет 15. И так далее. Значит, так получается для своих. Это было объявление размещено в гостевой. И я там придумал такое слово. Гостевая книга, это слово гостя. Я придумал кодовое слово гостя. Если будете в гостя, вот это ваша цена. Вот. Налетай подешевел. Это для вас. Если слово гостя не будет, значит, человек пока обращается, значит, уже полную стоимость заплатит. Это для вас. Только вы знаете слово гостя. Вот. Это тоже очень интересно. Злободневно, но я хочу пропустить. Мне это все надо свежую голову. Сначала это... Ой, е-мое, если бы узнали, как это все интересно. Если бы узнали, что такое настоящие эти... Это тоже пропускаю. Вот. Это сравнили. Если на Дальнем Востоке они несъедобны, значит, и у вас, вовремя, консервис несъедобны. Ага. Несъедобны. Ладно. Теперь давайте так. Вот эти два самых важных вопроса современности. Вот. Даже это пропускаю. О, где деньги грибут. Специалисты якобы. Вот. На такую работу морду бить надо, а не деньги платить. И это пропускаю. И это пропускаю. Это все важно, но... А вот это я к теме, к той. Взяли, посадили лиственницу. Обрезали до высоты двух метров. Побелели, и теперь она умирает. Придумали эту дурь, что надо им штамп приделать. Вот. Ладно бы мешали, но эти городили же. Ну. А теперь они умирают. Ну, тут спорные вопросы. Это идет... Знаете, как это идет? Это идет... Дискуссия. Ничего я потом доберусь до них. Итак, я обещал вот это показать вам второй раз. Почему? Итак, одно из самых страшных заблуждений современности это то, что каждое дерево должно иметь метровый штамп. Вот он, смотрите, видите? И вот дальше пошла крона. Видели? Что делает дерево? Так как это двухлетка. Ветки эти... Оно, наверняка, было аккуратно отрезано. Даже, может быть, ветки, вон, видите, следы. Вот они. Может, вон, след. Может быть, это ветки, а может быть, прямо почки ликвидировали. Просто ликвидировали почки. Самый минимальный ущерб. И дерево живо пошло на второй круг. То есть, пошло расти отсюда. Вот эти не тронули почки, они дали скелет. Проходит год... Внимание! Там, да, вы видели вот эти вот? Видели? Проснулись почки нижние. Почему? Вот скажите, какой смысл? Если у дерева... Тут один товарищ... У меня же есть канал, называется Садоводство по железу. И там один товарищ буквально выступил вот с такой речью. А, нет. Брат прислал ролик. Знаете, как там было написано? Я чуть со стулы не упал. Дерево хочет растить в себя крону. Хочет. А мы не должны. В щелки-палки. Вот это дерево хочет вырастить нижние скелетные ветки. Они ему нужны. А человек не хочет. Он хочет, чтобы здесь был изуродованный встамп. Который я как называю? Вспоминаю. Я называю стриптиз на морозе. А ведь это привезли это в Казахстан. А Казахстан это Сибирь северный. Кто еще не знает? Вот. Поняли? Вот это вот. И есть то самое. Но те две темы я еще не открыл. Сейчас я про них расскажу. Они у меня завязли в зубах. Посмотрите. Я не могу иначе себя вести. Я гражданин России. Это не к теме. Это не к теме. Это все потом. Это все надо знать. Надо вспоминать. Вот. Мне нужен такой нейтральный какой-нибудь рисунок. Ну пусть вот этот будет. Пусть. Говорит мы обо мне об этом. Я показывал мне раз это. Эту смертельную дорогу, которую никто не чувствует этой смерти. Пока не влипнет лоб в лоб. Это другое. И это сенсорно-голоскарно. И так. И так.